здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодняшнее видео у нас в догонку к вчерашнему палантину я попробовала такой узор крючком я хочу вам его обязательно показать для тех кто вяжет крючком и хотел бы этот палантин связать крючком вот кстати даже очень похож узор на тот который у меня спицами показывать буду большим крючком чтобы вам всем было видно и понятно количество петель у нас совершенно произвольная показывая большим крючком потому что хочу обратить внимание что на этот узор обязательно крючок должен быть намного больше чем положено для определенной пряжи вот я попробовала кстати это пряжа у меня 270 метров 100 граммах вот такой вот на палантин это толстая очень вот и взяла я ализе ангура год у меня было и вязала крючком 5 миллиметров смотрите достаточно она дырчатая и воздушная вот вот примерно так должно быть то есть побольше крючок и вязать воздух воздушно вот как я сейчас вижу и показываю значит набираем цепочку сколько вам нужно на 50 сантиметров палантине и первый ряд вяжем столбиком без накида так что касается палантина я пока вижу буду немножечко вам расскажу как бы я его видела именно крючком вот значит центральную часть я бы сначала связала центральную часть как бы и и потом только обвязала столбиком без накида потому что одновременно планку как там у нас платочная вязкой она не совсем получится потому что увидите почему потому что здесь чередуются и столбики и столбик с накидом и она будет неравномерно так первый ряд я провязала теперь две воздушные петли подъема теперь вяжем столбиком с накидом значит вот последняя наша петля здесь у нас воздушные петли и даже мы начинаем в эту вот дырку столбик с накидом конечно же можно вязать этим узором тонким крючком но тогда уже полотно получится такое плотное как для кардигана да да для такой его теплая конкретная вещи но именно для палантина берите крючок потолще тех кто будет будут вязать количество петель набранных по сути значения не имеет вы сейчас все поймете второй ряд последняя петля теперь делаем одну петлю подъема и вяжем здесь в этом ряду мы вяжем вот сразу в первую дырочку видите первую дырочку вяжем один ряд столбиком теперь без накида 3 так теперь вот видите в последнюю петлю я связала теперь 2 петли подъема поворачиваемся вяжем вот этот вот столбик накид столбик с накидом так накид теперь следующий столбик накидом с накидом мы вяжем не из петли а вот из петли где из того ряда где у нас был ряд со столбиком с накидом и хорошо протягиваем прям хорошо вытягиваем чтобы у нас сравнять это вязание в ровное полотно вот он этот столбик вот он значит следующий мы вяжем в следующую дырочку столбик с накидом то есть чередуем один столбик с накидом нормальный один из вот этого из ряда через один ниже получается один нормальный видите один ниже кромочный 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 вот видим они выпуклые вот через один столбик далее следующий ряд 1 воздушная петля подъема теперь мы вяжем отсюда начинаем вяжем столбик без накида так провязала я следующий ряд теперь 2 воздушные петли подъема теперь смотрите здесь у нас как бы первые первая петля была нормальная потом следующая была на два ряда ниже теперь же у нас будет то есть меняем шахматном порядке первую петлю мы провязываем на два ряда ниже а следующую мы провязываем нормальную через одну одну на два ряда ниже одну нормально потом они у нас вот таким вот образом будут чередоваться будет получаться вот такой вот узор на этих нитках конечно свободно вязать некрасивое полотно получается но на махере будет шикарное мы провязываем на ангоречке на махере на ангорене на ангорене последняя петля у нас в этот раз одну петлю ниже и кромочную так сказать изнаночный ряд столбиками без накида потом мы начинаем с четвертого ряда то есть вот эти первые три ряда мы вяжем как первые три ряда далее четвертый пятый шестой седьмой мы повторяем вот все девчонки в итоге у нас получается такой красивый узор повторяем с третьего ряда вот видите они вот эти полосочки в шахматном порядке а по итогу вот эта красота у нас получается вот все девчонки на сегодня все с вами была Вика и школа рукоделия всем пока 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 пока